Уникальный эксперимент телеканала СТБ продолжается. Шесть женщин, которые больше всего хотят похудеть. Шесть самых сильных страхов, которые заставляют их снова и снова переедать и набирать вес. Елена Польская. Страх одиночества. Комплекс брошенной женщины. Екатерина Смовш. Страх критики. Комплекс неполноценности. Анастасия Казанцева. Страх поражения. Комплекс неудачницы. Юлия Осипова. Страх самостоятельной жизни. Комплекс маминой дочки. Елена Дубровина. Страх перед едой. Комплекс женщины-воина. Ирина Владимирова. Страх несовершенства. Комплекс отличницы. Уже несколько недель после изнурительных диет и стремительного похудения для наших героинь не существует никаких ограничений в еде. Единственное табу – им категорически запрещено приближаться к весам. Они испытывают уникальную психологическую диету. Принцип ее действия – контроль не калории, а эмоций. Если есть страх, то человек будет его заедать. Получается, для того, чтобы не поправляться, нужно не бояться. Хватит ли сил нашим героиням победить свои страхи, а следовательно и лишние килограммы? Поможет ли им такая диета без диет не набрать вес после стремительного похудения? Психолог определила для каждой из участниц рацион так называемой психологической диеты. Конкретные действия, которые помогут не бояться. Это будет не просто испытание для каждой из них. Научится ли Юлия Осипова решать проблемы без маминой поддержки? Мне плохо, я уезжаю к маме. Решится ли Екатерина Смовш зайти в переполненный тренажерный зал? Вы смеетесь? Посмотрите, сколько там людей. Я туда не пойду. Сможет ли Елена Польская станцевать перед огромной аудиторией? Потому что у меня руки трясутся, ноги подкашиваются. Я боюсь, что я не смогу танцевать. Уже несколько месяцев продолжается уникальный эксперимент. Наша цель – узнать, как победить лишний вес раз и навсегда. Сегодня финал, и мы наконец-то получим ответы. Кто из наших участниц выдержит испытания психологической диетой? И главное, как она скажется на их весе? Одна из лучших психотерапевтов Украины помогла нашим участницам понять, почему у них лишний вес. Следующие несколько недель участницы соблюдали рацион психологической диеты. Изменились ли они сами и их жизнь? Это было чудом. Но лучше всех соблюдала рацион психологической диеты Настя Казанцева. Героиня с самыми тяжелыми психологическими проблемами и наибольшим количеством лишних килограммов. Уволившись с работы после развода с мужем, Настя несколько лет не выходила из дому. Психолог советовала ей больше бывать на людях и попытаться найти работу. И Настя нашла в себе силы это сделать. Бывший экономист крупной строительной компании с двумя высшими образованиями не побоялась пойти работать простым кассиром. Привет, Настя! Как дела? Эффект после встречи с психологом очевидный. Я, конечно, понимаю, что это с моими двумя образованиями неподходящая работа, но с чего-то нужно начинать. На еду, уверяет Настя, времени не хватает. Звучит хорошо, но как-то не верится, что голодная Настя приходит домой и не бежит сразу к холодильнику. Тем более сегодня даже повод накушаться есть. У мамы сегодня день рождения, никого, правда, не будет. Я вас приглашаю. На скромном домашнем столе печенье, конфеты и чай. Но Настя к ним даже не прикасается. Похоже, психологическая диета все-таки подействовала. И заедать ей больше нечего. Но, кажется, мы слишком рано обрадовались. Домашний праздник неожиданно превращается для Насти в настоящее психологическое испытание. Ее страх – это страх поражения. Он появился в результате детской травмы от развода родителей. Когда уже от взрослой Насти ушел муж, ее бросили второй раз, и это только усилило страх. Даже вспоминать о тех ужасных моментах Настя не может без слез. Не надо всем застрадить. Неожиданно мы заметили удивительную вещь. Оказывается, в этом доме есть человек, который ежедневно и методично заставляет Настю страдать. Снова и снова напоминая о болезненной теме развода. Это платье я хотела или сжечь, или отдать в Флоровский монастырь. Потому что из-за этого платья сплошные несчастья. Во-первых, я вышла, а потом Настя в этом платье. Даты совпадают. Вот я в 30 лет развилась, и она в 30 лет. Отсутствие мужчин в этой семье – самая болезненная тема. Бабушка, дочь и внучка – все разведены. Мама находит этому только одно объяснение. Я считаю, что это родовое наказание. Лен, ну зачем ты такие вещи говоришь? Я думала, что если я, значит, буду безбрачна, тогда, думаю, Насте Господь помилует, и у нее будет счастливая жизнь. Это на весь мир спасает? Нет, ну вот и... Настя уже несколько минут молча и очень напряженно наблюдает за мамой. Неожиданно она встает из-за праздничного стола. Настя, что такое? У меня была смия. А теперь я осталась с мамой, которая вот свое это навязывает и все. Я не могу раскрыться с ней. Я не могу. Я не могу мужчину сюда привезти. Я не могу ребенка родить. Она остается ребенком до сих пор. Мать нуждается в том, чтобы у нее был ребенок, чтобы был смысл ее жизни, и она держит вот как раз Настю в качестве ребенка. Эксперимент под угрозой. Неожиданный скандал может перечеркнуть все достижения Насти. Вот тоже вот она вроде бы вот так все хоржеветь, уже эти слезы. Уже на грани срыва нервного. Это очень опасно. Похоже, здесь требуется немедленное вмешательство психолога. Но только на разговор должна прийти не только Настя, но и, что важнее, ее мама. Елена Владимировна об этом даже слышать не хочет. Удастся ли нам ее уговорить? Мамина дочка Юлия Осипова так привыкла, что мать решает все ее проблемы, что даже малейшие трудности, которые следует преодолевать самостоятельно, становятся для девушки настоящим стрессом. Но чем меньше проблем она будет решать сама, тем больше лишних килограммов у нее появится. Повзрослеть девушке крайне необходимо. Для этого в первую очередь требуется перестать зависеть от мамы. Наиболее эффективный способ это сделать – найти близких людей, кроме мамы. Впрочем, Юля уверяет, за несколько недель психологической диеты друзей у нее появилось очень много. Теперь она проводит с ними каждую ночь. А я из ночных клуба вообще не вылажу. Каждый день танцую до шести утра. Нам захотелось увидеть счастливую Юлю в окружении новых друзей. Сегодня праздник. Студенты таких поводов не пропускают. Поздно вечером Юля выходит из общежития. Судя по виду, точно отправляется в ночной клуб. Вот только почему-то одна, без компании. Возможно, друзья, о которых так много рассказывала Юля, встретят ее уже там. Вы посмотрите. Оказывается, и здесь ее никто не ждет. Похоже, в этот праздничный день Юле некому составить компанию. Явно расстроенная она уходит. Девушке сейчас срочно требуется наша поддержка. Иначе разочарование заставит ее снова переедать. Юля! Не трогайте меня, я по телефону говорю! Юля, что случилось? Подожди, давай поговорим. Секунду. Давай поговорим. Я хочу разговаривать с мамой. Юля, отложи трубку. Давай, пожалуйста, поговорим. К маме Юле нельзя. Иначе она никогда не научится самостоятельно решать проблемы. Да и то, как девушка ярко красится, говорит только об одном. Ей постоянно не хватает внимания. Юля, идем со мной. Это неудивительно. Ведь последние несколько недель ей запрещено видеться и даже разговаривать с единственным близким человеком – мамой. Теперь она панически пытается найти ей замену. Мы хотим, чтобы Юля поняла – друзья найдутся, и нужно для этого совсем немного – быть собой. Раньше Юля в таком пуританском виде даже порог ночного клуба не переступила бы. Разве что в общественную библиотеку пошла. Сегодня все иначе. Себе на удивление, практически без косметики и в черном платье, Юля вытанцовывает от души. И, кстати, привлекает внимание. Ну что? Казалось бы, безнадежно испорченный вечер мы для Юлии спасли. Плакать и звонить маме она сегодня точно не будет. Вот только надолго ли такое спокойствие? От отрицательных эмоций не спрячешься. Они есть всегда и везде. Однако для наших участниц каждое разочарование может превратиться в срыв и в результате неконтролируемый аппетит и стремительный набор веса. Елена Дубровина в шаге от таких последствий. Уже несколько недель она не находит общего языка с мужем. Сегодня утром ссора была очень неприятная. Поругались на ровном месте. Мы вообще говорим такое ощущение, что он на разных языках. Если мы с ним долго находимся, то мы тут же ругаемся. Я устала, я не хочу. Я хочу, хоть у меня уже и возраст, я реально понимаю, что, наверное, об этом мечтать уже поздно, но я не хочу нормальной смены жизни, я хочу любить человека, с которым я буду жить. И я хочу любви. Сколько тебе лет? Будет 40. Мне страшно начинать. Мне страшно опять начинать с чистого листа. Мы немедленно везем ее навстречу к психологу. Ты сама чувствуешь, в каком состоянии сейчас? Чувствуешь, как подливает краска, как слезы наполняет глаза? Чувствуешь, да? Это состояние неудовлетворенности. А состояние неудовлетворенности и вес практически... Опять? Да, то же самое. Да, то есть, когда идет дискомфорт такой, для себя жалко. Единственное, что остается, это полюбить себя в неделю. А как из этого состояния в облаке выходить? Ну, не знаю. Если не исправить ситуацию, повод переедать у Елены будет всегда. С ней так и происходит последние 10 лет. Похудение способствует действительно стремление наше. Какие цели вы будете ставить себе? Ну, как-то нет умений, начать вперед. То есть, получается, что у меня нет цели. Получается. Ну, цели надо ставить там, следоваться. Решится ли Елена помечтать после разговора с психологом? Появится ли у нее желание? И удастся ли ей не нарушить рацион своей психологической диеты? Избавиться от привычки контролировать? Возможно, тогда и с мужем ссориться отпадет нужда. Эта наша участница была бы рада даже ссоре с мужем. Но ссориться ей не с кем. Мужчины ее бросают. Почему? Она так до сих пор и не поняла. Согласно рациону психологической диеты, Елена должна пойти на восточные танцы. И она пошла. Ведь, получая положительные эмоции, Елена должна постепенно избавляться от своего страха одиночества и комплекса-мазохиста. Поскольку именно в нем главная причина ее несчастья. Ради одного только присутствия мужчины в ее жизни, Елена была готова на все. Прогибаться, унижаться и постоянно жертвовать собой. Удалось ли Елене от этого избавиться? Научилась ли она достойно вести себя с мужчинами? Сегодня нашу героиню пригласят на свидание. С ответом Елена не медлила. К новым впечатлениям она готова всегда, и это хорошо. Впрочем, держаться достойно Елене будет непросто. Последний раз она была в ресторане 15 лет назад. Вы готовы к праздничному ужину? Изысканная атмосфера. Букет роз. Но это не просто ужин. Это наполненная провокациями психологическая диагностика. Принц в белом пиджаке на самом деле приглашенный нами психолог. Он будет внимательно наблюдать за Еленой весь вечер и зафиксирует каждый ее промах. Первая часть вечера прошла прекрасно. Рыба, мясо, горячие закуски. Ой, а я никогда не душек попробовала. Давайте попробуем. Жабки. Будете? Будете. Елена просто цвела. В приличном заведении, рядом с галантным кавалером. И что хорошо, на провокации не поддавалась. Сейчас упадет вилка. Елена реагирует должным образом, даже не подумала ее поднимать. У меня все время падает. Впрочем, дальше провокации будут не такими невинными. У кавалера вдруг звонит телефон. Он, не стесняясь, 10 минут весело кокетничает с другой женщиной по телефону, совсем не обращая внимания на нашу героиню. Елена разговор слышит, но очень старательно делает вид, что не слышит. Для женщины, не склонной к мазохизму, такое откровенное игнорирование сразу же превратило бы принца в нахало и ничтожество. А наша героиня мило улыбается, не сводя с кавалера очарованного и уже практически преданного взгляда. Интересно, какую еще наглость с преданной улыбкой на лице стерпит наша героиня? Испытания становятся труднее. Когда до закрытия ресторана остается совсем мало времени, принц исчезает. Слушай, важный разговор, я буквально отлучусь. А ты могла бы пока попросить, чтобы счет принесли? Прошло 10 минут. Официант приносит счет для оплаты. Прошло 20 минут. Елена в панике начинает кому-то звонить. Прошло 30 минут. Официант подходит и просит оплатить счет. Елена отшучивается. Девушка нервно вытирает руки. Прошло 40 минут. Официант подходит снова. Наконец-то блудный принц возвращается. Не очень долго. Вы только представьте, ее заставили ждать, поставив в неудобное положение целых 40 минут. А она даже слова не сказала. Снова мило улыбается и очарованно хлопает глазами. Словно кавалера всего минутку не было. Обычно в таких случаях реакция только одна. Холодным тоном закончить свидание, попросить кавалера забыть номер мобильного и выйти. Елена такой вариант, похоже, даже не рассматривает. Страх одиночества до сих пор управляет ее действиями. Она также готова стерпеть любые издевательства, лишь бы не остаться одной. Так Елена никогда не научится быть счастливой. Елена, поздравляю. На сегодня вечер окончен. Время признаться – это наших рук дело. Это Олег, он психолог. Результаты обсудим завтра. Ну что, Лена, я тебе готов дать обратную связь по поводу нашей встречи. Плюсы и минусы. Вначале о плюсах. Одна из провокаций была. Я несколько раз настойчиво подводил к тебе разговор о том, что мне очень нравится массаж. Слушай, мне вот массаж тоже. Без массажа не могу. Скажи, мне тоже массаж нравится. Ну ты очень грамотно отреагировала, сказала, что да, это готово, но если, конечно, это будет на равных основаниях, да? Я тоже люблю получать какие-то удовольствия в отношениях, и для меня они тоже важные бывают. Ты должна получать столько же удовольствия, сколько и я. Это было хорошо. Спасибо. Свои плюсы Елена выслушала скромно, молча и явно гордясь собой. Следующую часть разговора она уже не могла вести себя так спокойно и сдержанно. Алло? В принципе, это первая встреча мужчина и женщина в ресторане, и там, как настоящий голландный кавалер, я должен был бы на беззвучный режим поставить. Мне очень понятно, я на тебя настроен, или все-таки на деловые вопросы. Твое терпение, вот готовность терпения, оно провоцирует постепенно мужчину забывать о твоих потребностях. Мы такую провокацию жестокую устроили. Когда я на полчаса ушел. Я возвращаюсь, я тебя спрашиваю, как? Не страшно, что я так долго отсутываю? Ничего, ничего, нормально. Ты потеряла полчаса времени, полчаса внимания. Мало того, я тебе еще попросил счет, что ты попросил счет. То есть это вообще, на это соглашаться нельзя, я же пригласил тебя, я буду платить. И при этом ко мне не чувство, скажем, какое-то там, давай выясним, как ты так себя можешь вести. А наоборот, слава богу, что ты вернулся. И странная вещь происходит, и теперь благодарна мне за то, что я появился. Вот почему Елена неинтересна мужчинам. Она всегда и совсем соглашается, готова выполнить все капризы, лишь бы только мужчина был рядом. Как правило, после нескольких встреч такие женщины мужчинам надоедают. Финал вчерашнего свидания подтверждает это окончательно. И потом, что я делаю? Последняя была такая проверка, я говорю, ты можешь подать мне меню? Там меню нет с тобой рядышком, где подать? Ну, не жалко. Ну, спасибо. Ты встаешь, подаешь мне меню. А что надо было сделать? Есть официант, говорит, вот ты женщина. А если ты... Тупенькая. Нет, ты не тупенькая. У тебя расчет. То есть ты готова терпеть, чтобы не потерять. То есть надо сразу озвучивать все, что не нравится? На мой взгляд, да. То есть если ты озвучиваешь, начинает тебя чувствовать. Ну, я тебя начинаю тогда чувствовать сразу. Я начинаю чувствовать. Это тебе подходит. Ну, вы так делаете в жизни? То есть нужно быть правдивым и с людьми, и с собой. Елена наконец-то поняла, как нужно общаться с мужчинами. Посмотрим, сможет ли она измениться. И главное, как это скажется на ее весе. Страх Екатерины Смовш – это страх критики. Именно поэтому в рационе ее психологической диеты посещение спортзала в часы пик. Она должна научиться не стесняться себя и своего тела. Сегодня Катя идет на первое занятие в спортзал. Оказывается, не идет. Вы смеетесь? Посмотрите, сколько там людей. Я туда не пойду. Она не смогла. Как это ни удивительно, но даже такая мелочь может стать непреодолимой преградой, если человек действительно боится. На следующий день в спортзал ее приводит психолог. Ну что, Катюша, готова? Жизнь не повторяет свои шансы. Пошли. Давай. Она научилась не стесняться себя. Дальше задание посложнее. Катя должна научиться полюбить себя. Наступило время проведать нашу отличницу Ирину Владимирову. Мы специально пришли на встречу на час раньше. Обычно такие непрошенные гости вызывают настоящую истерику у педантичных хозяев. Ира уже должна была бы избавиться от своей тяги к идеальности. Посмотрим, удалось ли это. Что случилось? Дай мне полотенце дать. Идите туда. Игон. Пожалуйста, выйдите все. Кошмар, что творится тут. Все горит. Ира, возьми телефон. Зачем мне телефон? Поговори сейчас по телефону, пожалуйста. Алло. Да. Алло. Торт. Добрый день, Ирина. Здравствуйте, Светлана. Что случилось? Торт сгорел, суматоха. Все меня это раздражает. Сейчас психолог Светлана Васьковская пытается успокоить Ирину. Похоже, нашей участнице так и не удается избавиться от комплекса отличницы. Психолог знает, как помочь. Советует Ирине вести видеодневник. И записывать туда каждый день все свои проигрыши. И главное, пытаться найти в каждом из них позитив. Хорошо, я попробую. Обрадоваться или хотя бы посмеяться с ссорой вокруг подгоревшего торта Ира сегодня не смогла. Здравствуйте. По настоятельной рекомендации психолога я начинаю вести дневник двоечника. Запись первая. Сегодня у меня сгорел торт. Какая радость. Ха-ха-ха. Бред. Появится ли в ее дневнике положительные записи? Впереди наших участниц ожидают испытания, которые позволят им окончательно избавиться от своих страхов. Одно из них мы приготовили для Елены Польской. В рационе ее психологической диеты – восточные танцы. Совсем скоро Елена должна продемонстрировать свое умение в экстремальных условиях. Мы нашли для Елены прекрасного хореографа. Лена, наша задача – научиться двигаться так, чтобы мужчины ложились в штабелями. Шел пятый час занятий, а у Елены ничего не получалось. Ты должна сейчас танцевать просто, чтобы я здесь села и упала. Получится ли у Елены преодолеть свою скованность и все-таки станцевать? Если она это сделает в предложенных нами условиях, то сможет раз и навсегда преодолеть свой страх. Подобные испытания мы подготовили и для остальных наших участниц. Но жизнь устраивает проверки намного серьезнее. У меня проблемы. Я сломала ключицу. Я устала, мне плохо. Я уезжаю к маме. Впрочем, именно сейчас Юле категорически нельзя ехать к маме. Смотрите далее. Удастся ли нам уговорить категоричную Елену Владимировну на эту встречу? Просто родители в какой-то момент, когда же дети выросли, должны их отпустить. Екатерина Смовш боится критики нескольких десятков мужчин в спортзале. Что будет, когда ее увидят сотни? Решится ли Елена Польская показать свой восточный танец, когда на нее будут смотреть сотни мужчин? Невероятная борьба с собой и за себя через несколько минут. Юля, что случилось? Я упала с каблуков. Как можно так упасть с каблуков, чтобы сломать себе ключицу? Шла-шла и упала. И ты на этом ходишь? Ходила. Новеньких, недешевых каблуков у Юли теперь нет. Вместо этого сломанная ключица и испорченное настроение. Это не просто физически больно и неприятно, это критически тяжело психологически. Особенно для тех, кто привык при малейших проблемах прятаться за мамину юбку. Впрочем, не зря Юле во время психологической диеты запрещено ездить к маме. Проблемы и неприятности взрослый человек переживает сам. Если Юля не повзрослеет, самостоятельная жизнь будет всегда ее пугать, и она побежит к холодильнику за успокоением. Помочь Юле увидеть, что трудности взрослой жизни – это не страшно, попытается наш психолог. Юля, здравствуй. Я понимаю, в каком ты сейчас состоянии, но ехать к маме – это не вы. Ситуация достаточно сложная, ты растеряна. Но сейчас есть реальная возможность пережить жизненные трудности самостоятельно. И у меня есть для тебя занятия. Смотри. Узнаешь? Угу. Чем тебе не группа поддержки? Эти люди уже много месяцев рядом с тобой. Вы вместе переживаете сложные перипетии, съемок. Почти семья. Угу. Могла бы ты здесь поместить свою фотографию? Думаю, да. Юля ставит свое фото в центр. Это хороший признак. Теперь девушка готова к нормальным отношениям с окружающими. Спустя несколько недель мы узнали – наши усилия не были тщетными. Юля действительно изменилась. Вместо того, чтобы мечтать о поездке к маме, она поехала к парню. У нее появился кавалер, и гипс этому не помешал. Близкие отношения – прямая дорога к преодолению Юлиного страха. Она взрослеет и совсем скоро научится не бояться жить без маминой поддержки. Позже вы узнаете, как благотворно это скажется на ее весе. У большинства участниц жизнь налаживается. А вот у Насти ситуация критическая. После ссоры с мамой она в очень тяжелом состоянии. Просто родители в какой-то момент, когда же дети выросли, должны их отпустить. Дать им самим строить свою жизнь. Организовать встречу мамы и дочери Казанцевых нам стоило огромных усилий. Елена Владимировна категорически отказывалась от съемок. А об общении с психологом даже слышать не хотела. Но женщинам крайне важно поговорить друг с другом. Семья на вашем рисунке как будто бы осталась вот тогда той, которая была в 10. Ну, Насте была в 10, и она осталась на том уровне. Похоже. Похоже, да? Похоже, что вот вы как будто бы еще с маленькой девочкой живете. Елена Владимировна даже допускать не хочет, что Настя взрослая и самостоятельная. А если она захочет делать то, что она захочет, как вы к этому отнесетесь? Ну, пусть как хочет. Она уже нет наказания, она не имеет детей, то есть я не имею продолжения рода. Я закрываю глаза, и я у дома настаиваюсь. Угу. Другого выхода не будет. Она меня все время пугает, что то я умру все время мне говорят, что как-то шантаж. Ну, вы становитесь заложником друг у друга. Ну, в общем, короче, если ей не дано это понять, мне даже сказали, что может быть она это поймет после вашей смерти. Елена Владимировна, Елена Владимировна, вашей дочери все время приходится защищаться от вас. Очень важно было бы, чтобы вы, основываясь на той любви, которая между вами есть, разрешили друг другу быть такими, какими вы есть. Чтобы вы поискали какие-то такие возможности дать свободу друг другу. Ну, я говорю, что я удаляюсь на кухню. Она делает в комнате, что хочет. Сейчас вот идет весна. Оставьте ее хотя бы до Нового года одну. Поверьте психологу. Настя обязательно должна научиться жить сама. Мы поможем ей найти для этого силы. Для повышения своей самооценки у женщины есть один универсальный способ. Молодой, дерзкий любитель экспериментов. Мы отдаем Настю в его руки. В течение нескольких часов она внимательно следит за своим отражением в зеркале. Последние штрихи и... Да, я себе нравлюсь. Кажется, нам все-таки удалось добавить Насте уверенности в себе. Теперь она готова продолжить психологическую диету. Спасибо, мастер. До свидания. За время нашего эксперимента стала увереннее в себе и Елена Дубровина. После разговора с психологом ей действительно удалось расслабиться. Она наконец-то перестала контролировать всех и все. Я перестала контролировать мужа, контролировать ребенка. Все время на себя тянуть одеяло. Она перестала контролировать свой рацион. И это прекрасная новость. Ведь так она избавилась и от своего страха перед едой, который годами не давал ей похудеть. Но Елена до сих пор не знает, к чему стремиться. А следовательно, имеет все шансы разочароваться в жизни и найти себе новый страх. Удастся ли ей помечтать, и как отсутствие привычки контролировать и наличие желаний могут сказаться на ее весе. Единственная героиня, которая никак не может измениться или хотя бы просто соблюдать рацион психологической диеты, это Ирина Владимирова. Ей так и не удается избавиться от своего страха несовершенства и позволить себе получать двойки. Она снова требует от себя слишком многого. И снова недовольна. Сегодня был опять сумасшедший день. Целый день чем-то занималась, сделала массу дел, но ощущение, что ничего не закончено, все упущено. Чувствую себя полным словаком. Это уже четвертая критическая запись в ее дневнике. Радоваться двойкам Ира категорически не может. Хватит. Мы знаем еще один очень действенный способ. Выдержать такое испытание может не каждый, но Ире, как психологу, оно по силам. Это один из самых современных и мощных методов коррекции сознания, который называется психодрама. Психодрама – это подход, используя который человек учится быть сильным. По форме это очень похоже на игру, но в рамках этой игры, проигрывая свои комплексы, свою неуверенность, он обретает опыт. Он учится их принимать, учится их не бояться. Сейчас вы видите уникальные кадры. На эти занятия ранее никогда не допускались камеры. Это новейший метод групповой психокоррекции. Чувствую себя слабаком в этой жизни. Хоть я, по-моему, бегу все время, что-то делаю, двигаюсь, но при этом чувствую себя слабаком, который не достигает нужного результата. Принцип действия психодрамы – проиграть каждую ситуацию, в которой человек чувствует свой страх. Ира назвала основных персонажей, зародивших в ней это чувство. Мама, бабушка. Бабушка у меня отличница, студентка Касамолка. Она учительница математики и физики в школе была. Мама была круглая отличница, не допустим, ну четверка – это была катастрофа. Это ситуация, когда тебя ставят в настолько жесткие рамки, фактически унижают, говорят тебе, какой тебе нужно быть, что нужно делать, иначе ты глупая, слабая, ленивая. Проигрывая страшные ситуации из своего прошлого, человек самостоятельно приводит игру к моменту, когда возник страх. Ирин страх – это страх быть несовершенной. И возник он вот так. Начали. Ира, ты вернулась уже со школы? Как дела? Вера, как дела? По математике тройка. Как тройка по математике? Опять? А что ты молчишь? Ира, я с тобой разговариваю. Как я могу не сказать бабушке? Бабушка, учительница математики, учительница физики. Всегда все. Сиди, учительница. Приду, проверю. Что ты сейчас чувствуешь, Ира? Ты сейчас улыбаешься? Да. Да. Угу. Ага. Угу. Надо пропадать. Она настолько была в стороне от своих чувств. И там, где были явно столько сильных переживаний, она улыбалась. Я сидел вообще в шоке. Это защита. Очень сильное отрицание актуальных переживаний, которые возникают в ходе восстановления тех сцен, где эти переживания в прошлом имели место. Они настолько были интенсивными, что угрожали, на мой взгляд, разрушить ее. Нормальный, здоровый человек с нормальной психикой, если он в адекватном состоянии, он не может улыбаться, потому что сама обстановка неадекватна. Что ты сейчас чувствуешь, Ира? Судя по тому, что раскрылась в ходе игры, очевидно, что в этом пункте отношений мама-ребенок есть очень большое напряжение. Ну, я согласна, что у меня есть ощущение, что все, что я делаю, и если этому нету позитивной оценки от мамы, например, то, конечно, я очень расстраиваюсь по этому поводу. А мама где живет? В Киеве. С вами? Нет, не со мной. Тем не менее, при том, что мама находится на расстоянии, тот опыт, который у тебя уже был, определяет твое настоящее. Да. Бабушка через маму определяет то, как она видит мир. Она либо совершенна, либо она никто. Совершенным быть в принципе невозможно. А значит, на радости, удовольствие от жизни поставлен жирный крест. Мы дошли до финала. Это причина ее страха, и психодрама дает ему выход. Я тебе предложу поговорить с мамой. Представь, что здесь сидит твоя мама, где ты будешь по переменам меняться со своей ролью, и с маминой отвечать самой себе. Мамочка, скажи, пожалуйста, какой бы ты хотела меня видеть? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Но у меня свое понимание счастья. Тебе хочется, чтобы я сделала это, достигла еще чего-то. Позволь мне, пожалуйста, делать так, как мне хочется. Я уже взрослый человек. Хорошо. Давай будем делать так, как ты хочешь. Игра в психодраме продолжается часами. Шаг за шагом модератор и группа помогают герою возвращаться и снова переживать сокровенные пугающие ситуации. Так постепенно герой сам приводит игру к моменту, когда возник страх. Вдруг у Иры начинает звонить телефон. Кто-то очень настойчиво хочет с ней поговорить. Где-то к этому... Ну, мама очень хочет с ней поговорить. Символично иногда в психодраме после определенных игр впоследствии происходили изменения, которые можно назвать только словом «чудо». Когда отношения, заходящие в тупик, вдруг разрешались сами по себе. Мне очень хочется верить, что этот звонок из этой серии не случайный. Как правило, психодрама – это очень эмоциональное зрелище. Открывая свои чувства, люди плачут. Ира пошла домой, так и не дав воле своим эмоциям. Её слёз никто никогда не видит ещё со школы. Посмотрим, удастся ли Ирине победить себя и избавиться от навязчивого желания быть всегда и во всём лучшей. Сейчас окончательный отпор своему страху должна дать Елена Польская. А там много вообще людей? Это будет последний, самый трудный, но решающий этап. Елена не просто должна выдержать испытания вниманием сотни мужчин. Она должна ещё и станцевать перед ними. Когда она увидела, где и перед кем ей придётся танцевать, испугалась не на шутку. Мы были уверены – она не сможет не только станцевать, даже пошевелиться. Я себя ужасно чувствую. Потому что у меня руки трясутся, ноги подкашиваются. Я боюсь, что я не смогу танцевать. Понимаешь, я вообще никогда не выступала. Ей это всё-таки удалось. Преодолеть себя и станцевать. А значит, её страх вскоре тоже исчезнет. Как скажется эта победа на её весе, узнаем позже. А сейчас время проведать ещё одну нашу героиню – Елену Дубровину. Она наконец-то позволила себе помечтать. И мечты нашлись. Это моя новая машина. Красная. Греция. Я туда поеду летом. Это мой новый бизнес, мой новый салон. Одну мечту из своего положительного коллажа Елена уже исполнила. Собственного салона красоты у неё ещё нет. А вот желанная работа в индустрии красоты уже есть. Наконец-то я нашла любимую работу. Мне очень нравится. Я вообще люблю эту отрасль. Впервые за 10 лет я перестала втягивать живот, когда смотрю на себя в зеркало. Единственное «но», которое до сих пор беспокоит Елену Дубровину, ей, как и остальным нашим участницам, категорически запрещено взвешиваться. Так долго она ещё никогда не избегала весов. Худеет или не худеет, Ирина Владимирова даже и проверять не хочет. О чём, о чём, а о Висе перестала думать вообще. После психодрамы она хотя бы в чём-то сумела не требовать от себя отличных результатов. Впрочем, это не единственное достижение. Это выпуск 2000 года. Вот Ира. Она оканчивает университет с красным дипломом. Сейчас 2010-й. Ира снова в рядах выпускников вуза. Диплом у неё не ярко-красного цвета. И это она не просто спокойно воспринимает, более того, получает удовольствие. Выпускница Европейского университета Владимирова Ирина Николаевна. Вот так нужно дипломы и получать, чтобы телевидение приезжало. Понимаете? Даже больше. Ира смогла преодолеть ещё один свой комплекс. Не могу я на пляж спокойно выйти, раздеться. Сегодня она наконец-то позволила себе не думать о своей неидеальности. Перестать стесняться своего тела – одна из главных целей, которые должна достичь Катя Смош. Так она избавится от своего страха критики. Мы решили помочь ей сделать окончательный шаг в этом направлении. Чтобы раз и навсегда доказать Кате бессмысленность её страха, мы пригласили девушку на фотосессию. Для неё это шанс со стороны посмотреть на себя. И наконец-то увидеть естественную красоту своего тела. Для этого необходимо сфотографировать её в купальнике или белье. Но неожиданно Катя отказалась демонстрировать своё тело. Я просто, ну, я понимаю, что это будет здесь съёмка. Я не комплексую за то, что, ну, я не хочу, чтобы это всё, все люди это видели. Потому что, ну, это есть какие-то нормы, стандарты, правила. Я не хочу. Катя словно не понимает, что не в нормах дело. Ведь наша задача – показать, что у неё красивое тело. После долгих уговоров она всё-таки соглашается позировать. Ни в белье и ни в купальнике. Парео. Ей кажется, это не так откровенно. Парео, да? Что-то такое. Ну, живот должен быть открытый. Всё-таки как-то показать бёдра, ну, вот какая-то минимальная здесь. А здесь зарезать грудь, вот, зарезать. Катя свою фотографию сейчас не увидит. Через несколько часов она появится в одном из наиболее оживлённых мест Киева. Я воно-казанском. Угу. А спичечка? Спичечка. Угу. Сейчас я посмотрю. А там вот надо бёдра чуть открыть, потому что, ну, очень скромно. Ну, чуть приподнять, а то как... Оно должно быть вниз. Хорошо, хорошо. Вот в этом чёрном автомобиле наша героиня Екатерина Смовш. А здесь, собственно говоря, тоже Катя. Во всей красе. Впрочем, из-за страха критики наша участница даже посмотреть на своё изображение боится. И выходить из машины категорически отказывается. Наша задача – доказать Кате, что критиковать здесь на самом деле нечего. Так, интересно, что вы скажете. Это шикарная фигура, на самом деле. Так, не знаю. Девушка-вобочень повезла с этой фигурой. Ну, просто обалденная. Ну, смотри, хорошо, как сказали. Чтобы волноваться, плакать ночью. Красивая грудь, тонкая талия. Я так подозреваю, что красивые ноги. Очень симпатичная девушка. Интересно. Что он сейчас захочет. Серьёзный мэн. То есть всё хорошо. Здесь именно всё хорошо. То есть понимаете, о чём я говорю? Больше ничего не надо. Катя, люди от тебя в восторге. Ты видишь? Наступило время выходить на свет божий наши. Катюша, ты готова выходить? Мне очень страшно вообще смотреть. Наконец-то она увидела себя такой, какая она есть. И ей понравилось. Я думала, что будет гораздо хуже. Обалденно, мне нравится. Если я на самом деле так выгляжу в жизни, то... Теперь она точно не стесняется быть собой. Она поняла, насколько мелок её страх. Посмотрите, я совпадаю. И что бояться ей нечего. Прошло два месяца психологической диеты. Наши героини изменили свою жизнь. Стали увереннее в себе. И всё это – результат победы над своими страхами. Но как повлияла диета на отношения женщин к еде и на их вес? Впервые за много недель мы снова собираем их вместе. Тот же ресторан. Давайте вспомним, как и что они уплетали в начале нашего диетического проекта. Посмотрите, сегодня они едят совсем иначе. Психологическая диета действительно кардинально изменила их отношение к еде. В итоге не только половина из заказанных блюд, но и десерт оказался не нужен. Я наелась. Я тоже, честно говоря, не езжу. А теперь самое главное. Наступило время узнать, как психологическая диета без каких-либо ограничений в еде влияет на количество килограммов. Впервые за несколько месяцев они наконец-то стали на весы. Елена Дубровина. Вес до психологической диеты 78 килограммов 800 граммов. Вес после 75 килограммов. Екатерина Смовш. Вес до психологической диеты 66,5 килограммов. Вес после 65 500. Елена Польская. Вес до психологической диеты 67 килограммов. Вес после 63 килограмма. Юлия Осипова. Вес до психологической диеты 83 килограмма. Вес после 78 килограммов. Анастасия Казанцева. Вес до психологической диеты 99 килограммов. Вес после 95 килограммов. Ирина Владимирова. Вес до психологической диеты 83,5 килограмма, вес после 82 килограмма. Это реальные результаты. Без каких-либо ограничений в рационе. Сразу после изнурительных жестких диет наши участницы не только не набрали килограммы. Некоторые умудрились похудеть еще больше. И так доказано. Мы однозначно можем назвать наиболее действенную из всех диет. Это психологическое. Пример нашей участницы битвы диет, которая не имела никаких страхов и поэтому не продолжала участие в нашем эксперименте, доказывает. Любовь к себе и жизнь без страха способны творить настоящие чудеса. Надо возлюбить себя. Это не эгоизм никакой. Это нормальный, здравый смысл. То есть если ты любишь себя, если ты счастлив, ты можешь этим счастливом поделиться со всеми окружающими. То есть в первую очередь я думаю, что человек должен быть счастлив внутри себя. И потом он может этим счастьем делиться уже со всеми окружающими. Елена, которая всю жизнь тщетно мечтала о детях, которая невероятными усилиями выносила и родила дочь и уже не решалась хотеть большего, получила от судьбы еще один подарок. Она снова беременна. Ей снова противопоказано двигаться. Беременность снова тяжелая и изнурительная. Снова постоянные врачи и почти неподвижный образ жизни. Но чудо произошло. Остальные наши участницы имеют все шансы получать такие же улыбки судьбы. Ведь они сделали все для того, чтобы преодолеть свои страхи. И мы можем с уверенностью сказать, на этом пути им удалось очень много. Впрочем, хэппи-энды случаются не всегда. Через неделю после окончания съемок мы узнали, что самая сложная наша героиня, Настя Казанцева, уволилась с работы. Устала и не выдержала нагрузки. Настя снова сидит дома и изредка выходит на прогулки с мамой. Преодолеть свой страх удается не всем. Изменить свое подсознание – дело настолько серьезное, что иногда, в особенно тяжелых случаях, работа над этим продолжается годами. Мы сделаем все, чтобы помочь Насте это сделать. Кто знает, может когда-нибудь ей все-таки удастся уйти от мамы и стать самостоятельной.